Да, что-то и на могу дню настроения нет, ну что-то понимаешь, что каналу чего-то не хватает. Ах да! Вжух! И билд на пробужденного Визарда! Снучи-бучи, мои дорогие друзья, с вами Юга и это Юга Шоу. Всем вам, конечно же, новогоднего настроения. Как говорится, вагон и маленькая тележка, но спустя месяц долгожданный и всеми ожидаемый, я очень надеюсь, и уже лайком поддержащим билд, уже все, кто хотел, уже поставили большой палец, билд, гайд и разбор пробужденного Визарда. Но на самом деле, не зря месяц ждал. Ждал я сначала фикса и исправления некоторых скиллов, в частности, непосредственно поля лавы, которое не работало у нас сначала две недели некорректно, и геймнет спустя две недели завезли, и сейчас вроде как оно тоже не до конца работает, как должно. По факту есть только тикающий дот, но основного дамага, который оно не наносит с первой волны. Но, не знаю, посмотрим фикс от корейцев, как это исправлять будут, как это изменят, дождемся. Но не этого я ждал. Как оказалось, по факту, почему затянулось на такой долгий срок, не то чтобы я там класс изучал, в принципе, по принципу всех скиллов, что они из себя представляют, я уже как бы доперл буквально через 2-3 дня, но до меня доперло. Почему же они... почему это... ну, гайд должен быть именно вот сейчас. Дело в том, что очень много игроков начинает играть за волшебника, и, соответственно, абсолютно сейчас, в принципе, как и за любой другой класс, сталкиваются с таким вопросом. Что качать по скиллам, как мне развивать свой персонажа. А шмот какой-то потерял актуальность или нет. В общем, по сути, это переиздание первого гайда, но с тем лишь случаем, что, допустим, я вам для новичков расскажу тот самый небольшой путь, который вы должны пройти. На самом деле, все очень просто. И все заключается непосредственно в вашем стиле игры и в механике, которую сейчас нам дает пробуждение. По факту, что изменилось? На 56-м левеле у вас появляется квест на пробуждение. До 56-го левела вы качаетесь с первой ветки скиллов. И я могу вам сказать смело. Качаете все, что вам понравится. Ну, в частности, никто не отменял ни градстрел, ни миссии оры, ни огненный взрыв, который я даже оставил, ни щиты, ни телепорты, ни мобильные уклонения. То есть, все это здесь качается. Вы с этим доходите более комфортно до 56-го лева. Качаетесь вы в соло или вас докачивают. Если вас скачают, то вы можете вообще, в принципе, на этот этап забить. Именно по скиллам. Потому что один и тот же вопрос встает у многих новичков-волшебников. Что качать-то? Как вообще прокачиваться? И по факту ничего не изменилось. Кроме того, что, ну, метеор, ледяная буря, остаточный заряд и удар молнии у вас должны быть скачаны 100%. Без этого никуда. И, соответственно, без памяти мастера, мудреца, который вам дает, вы тоже не обойдетесь. Все пассивки, которые здесь присутствуют на хп, на удар по мобам и также на скорость применения навыков, берутся обязательно. Также не обошел я стороной. И, соответственно, проекцию, которую я оставил в пробужденной ветке. Объясню, почему потом. И, соответственно, самый один из приятнейших скиллов, по моему мнению, это сердце силы. Потому что плюс одну скорость на 10 минут никто не отменял. Реген маны я вообще здесь не учитываю. И по количеству затраченных на него очков он вполне кажется довольно-таки приятным. Так вот, чтобы вы понимали, путь сейчас, путь в Блэк Дезерте, волшебник, он очень быстрый. До 56-го левла вы докачиваетесь моментально. И, соответственно, второй вопрос из скиллов вытекает. А что мне одевать-то? Ну, то есть, какой шмот? Что приодеть? Не знаю, как бы... Дружище, подскажи, спрашивает меня. Я говорю, в принципе, ребят, осталось все тоже. Видите, я еще бегаю, в принципе, в том же старом бомжа-шмоте, потому что я еще не заточил больше шмотки. То есть, у меня они валяются на складе, но не точные. То есть, из всех, на которые я упор дал, это оружие. Так как я играю сейчас не так плотно, как хотелось бы, из-за других проектов, и я, в принципе, сделал для себя, ну, вот, какой-то показатель атаки с пробужденным оружием более комфортный для игры. Опять же, непосредственно уходя в шмот, вы должны помнить, в принципе, тот же самый постулат, что я учил всех волшебников с самого начала. А комплект, если вы только начали играть три Торитоса и перчатки от Джерри, не потерял свою актуальность. Непосредственно для легкого старта и комфортной прокачки. Соответственно, далее вы уже будете сами смотреть, менять ли вам босс-сет. Непосредственно, или оставлять все то же самое. Ну, в целом, тут есть потолок, куда оперяться, это фулл босс-сет, как сейчас говорят, но уже давным-давно на фулл босс-сет даже многие ребята забивают. Ну, и комбинируют непосредственно с двумя частями. В частности, на сет, который стоит обратить внимание сейчас, это доспех по-моему, называется Рахава, если не ошибаюсь. Так как интересен доспех тем, что в последнее время очень актуальны стали билды с комбинированием двух вещей с этим доспехом, так как уклонение в Блэк Дезерте изменилось. Да вы и сами можете посмотреть, с чем я сейчас бегаю в шлеме. Это уклонение плюс 5. Для ПВП это вот сейчас кроме Торитоса для ПВП стало актуально бегать в вещах следующего типа люди упарываются в заточку Масхана 19-го и Кинжала Пэринга. Соответственно, с ними у нас довольно-таки большое уклонение и поэтому у нас делается Контр-Пик, как я его называю. В основном он добирается тем своим оружием, Пхеком, соответственно, 19-м и двумя третьими или четвертыми сережками из Красного Коралла. Но опять же, сколько людей столько и мет нет ни мнений. На самом деле, после буквально недавнего стрима с Кореей, я лишний раз себе удал понять, что разные страны и в принципе у людей соответственно разные мнения. Корейцы просто до упора убиваются в атаку, не в защиту, он ли в атаку. Есть и хитрые корейцы, которые делают уворот и атаку. Соответственно, у них нет меткости, меткость у них идет только с самых базовых вещей, типа оружия и камней там внутри него, допустим, на две меткости игнорирования сопротивления 10. А в основном это, допустим, у них это атака, фу, гонят атаку. Почему? В пробужденных классах, у пробужденных классов не у всех, очень большой прирост меткости на скиллах. Они за счет этого стараются покрыть. Наши же пошли дальше, где у нас начали гнать атаку, наши начали гнать уклонения. То есть сейчас бигвары представляют собой толпу людей 200 плюс атаки, в частности, это до 210, если средний показатель аксессуаров у тебя плюс 2-3 и средняя заточка оружия 18-19. Это 200-210 атаки и все остальные уклонения. Кто-то убивается все по-прежнему по-прежнему в деф. Ну, как бы это здорово. А деф с уклонением это еще веселее. Но опять же, когда вы стартуете играть, для вас есть, в принципе, стандартное количество шмота. Допустим, стандартный шмот. Я сейчас, в принципе, так же бегаю, как и раньше. Я его не менял с Торитоса с моего экспериментального сета, потому что менять уже смысл особо в Торитосе мне не хочется, так как ту меткость, которая мне нужна для комфортной прокачки, я себе набрал. А вы, соответственно, поначалу, по старту, когда у вас нет денег, даже на банальную либерту, можете непосредственно врываться с Торитосом. Вот. Это что касаемо старта. Помните волшебника по шмоту изменилось, в принципе, особо ничего не изменилось, все так же на атаку берут на убера, на уклонение оффхенд, имеется ввиду пэринг, оружие, сейчас гзарка и каранда и синяя пробудка. Соответственно, по пробужденному оружию стоит ли точить синьку? Если у вас немерено бабла, да. Если у вас не немерено бабла, вы хотите выкупить каранду, точите зеленку. 18-я зеленка у меня заточилась очень просто. Пока я набивал фэйлы на каранду, у меня получилось 18-е оружие. И я его сделал, я как раз начал на стриме, почему сделал 18-ю зелень, с ней уже было комфортно фармить. Вполне комфортно. И я такой, зачем мне упарываться в синьку? Кто не знает, что зеленое пробужденное оружие продается у кузнеца в Альтинове, я вам напоминаю. Оно стоит 100 тысяч, можете покупать его абсолютно не лимитировано, сколько у вас есть денег, столько вы покупаете и точите. Я на тот момент, когда продавал 15-ю, 16-ю и в итоге 18-ю зелень, на которых набивал фэйлы, и оставился с 19-й карантой. То есть, непосредственно, стоит ли ждать каранду? Да, определенно стоит. здесь у пробужденного оружия, соответственно, высчитывается именно показатель атаки, как вы видите, он очень близок к оффхенду, здесь нету, допустим, какой-то, знаете, ну, допустим, оффхенду, мейнхенду, то есть, нет какой-то там такой градации, ну, вот столько, столько тебе даст, вот 106-115, соответственно, 106-110, и вы максимальную минимальную атаку. Здесь же, в принципе, получаю ее, эффект усиления идет на атаку. Это действительно очень сильно чувствуется. Просто с зелени, одев каранду, разница неба и земля. то есть, хотя с учетом того, что у зелени есть лучше, допустим, плюс 5 по урону по монстрам, это, в принципе, не особо заметить, потому что здесь все в атаку. Вопрос следующий. С этим обновлением, то есть, одно из предпоследних, сделали так, что возможность перековки из синего в голдовое оружие. Стоит ли? Да. Почему? Я ответил на вопрос стараться. Если у тебя есть бабло, то очищение шмотки, выкупай, восстанавливай прочку ими, в печати или без печати, то есть, соответственно, и перекрафчивай в голд. Тебе дай стат 5 атаки, тебе сделается, возможно, комфортно, но это если у тебя денег немерено. Хотя, другой совет, денег немерено, покупай и выкупай каранду. Все. Это однозначно. К этому не возвращаемся. Ну, по аксессуарам, из тех, которые сейчас вышли, популярна, соответственно, Тумра, сережечка, которая дает тебе 10% духу, соответственно, две серги, тебе 20% заряженного кристалла духа дадут. Это очень круто, особенно Визарду. Это одно из самых сейчас топовых аксессуаров в плане сережек, соответственно, две серги тебе дадут, ну, допустим, даже если на плюс 2 заточены, дадут тебе невероятный прирост. С ними ты почувствуешь, мало того, что, во-первых, у тебя ульта, которая наносит невероятное количество урона, а это действительно так, она для многих является, в принципе, ваншотной, то есть, для некоторых классов, то и 11, и в дальнейшем уже и 13 урона вполне скажутся, но и ценник, конечно, у этих аксессуаров, невероятно кусается, ну, что поделать, соответственно, на свой страх и риск. Это для тех, кто только начинает. Теперь поговорим о пробуждении. Мы и так уже много сказали о всем. Первое из тех пробуждений, допустим, из тех фишек пробуждения, что мы ждали на Визарда, это, конечно же, ваши големы. Ваши големы. То есть, многие спрашивают, типа, голем, это такой же питомец, как и у мистика. Отвечаю сразу, нет. Ничего общего, кроме команды атаки и защиты, у него нет. Соответственно, у вас в пробуждении два голема, Анна и Марк. С кем бегать абсолютно не принципиально. Как он, допустим, там были такие невероятные теории, вот Анна дает защиту, Марк дает нападение. Нет. Это не так. Они также одинаково бьют. Соответственно, с кем вам бегать? Походу, просто здесь эстетика. Нацепляет ли он на себя плюс одного моба? Нет. Он бьет тех мобов, которых вы заграли. Соответственно, 8 штук. Не считайте их, если у вас на скиллах кошки есть провокация врага. Все. То есть, по сути, голем это аксессуар. То есть, я его именно так определил. Приятный, забавный, кто-то может фармить лоуэдельных мобов ими. Этот голем у вас полчасика находится с вами. Соответственно, также, причем по таймингу, как и собаку, мистика. После он же пропадает. Соответственно, и давайте пройдемся еще также по пробужденным скиллам. И сразу скажу одну банальнейшую вещь. Качать нужно все. Нет, вот прям вообще все. Вот все, что ты видишь в этой вкладке, ты все качаешь. Скиллы требуют невероятное количество очков навыков. Просто невероятнейшее. То есть, соответственно, как вы можете, допустим, посмотреть, за один скилл у вас требует 42 очка навыков, 64 очка навыков. Соответственно, это все качается безоговорочно. Без всяких ауэд. Если бы нет, качаешь все, абсолютно все. Ты даже не думаешь, ты просто качаешь. Теперь давайте пройдемся по скиллам. Что же визорду дали? У многих кьюшков в пробужденных профессиях это, может я, конечно, ошибаюсь, но вот из тех классов, которые я поюзал, это блок. Что же у визорда? У нас это захват. Захват, который переходит в опрокидывание с небольшим количеством урона. Насколько оказался полезный этот скилл? В пвп, если ты своего врага опрокинешь и накинешь на него ульту, возможно и скорее всего даже если ты дерешься с равным противником по гиру, это твоя победа. А другой момент, который мне не нравится на этом скилле и почему-то на нем нет меткости. Соответственно, этот скилл полностью зависит от того, что одета на тебе. Нет добавочной какой-то меткости, нет ничего. Только твоя конкретно вот все, что на тебе одета. Здесь на манекенах к сожалению не получится показать именно то, что его прокидывать захват, но выглядит он примерно так. То есть анимация у него не сильная, но если попадает по врагу, он на земле. Далее, просто безумий приятный скилл, который называется безумство стихии. А это стандартно для всех пробужденных классов большое количество бафов, которые дают уклонение, защиту, шанс крита, скорость навыков, меткость и самое главное приятное меткость и урон. но для твоих союзников. Также восстановление мгновенных 700 МП и тикань еще МП на 30 секунд по 80 каждую секунду. Знаете, что могу сказать по этому бафу? Во-первых, он приятный идет во-первых, в ПВП, то есть без него никак. Для вас это палочка-выручалочка, какие-то экстренные моменты, если у вас А закончилась мана, Б вы, соответственно, хотите внести фулл-домаг. Без этого смысл прокаста стопроцентной льты вообще не вижу. Вы должны именно под безумство стихии его юзать. Далее, скилл, от которого у МАЭФ, Блейдеров, Ниндзюков и вообще всех-всех, кто очень быстро передвигается, горит пукан невероятно. Это дичайшее замедло водяные кандалы, которое замедляет на 50% на 5 секунд. Выглядит он очень забавно, я не знаю, сейчас пофиксили, это нет, но он также цепляется на боссов. Давайте покажу. То есть, примерно вот на две цели вы можете их поставить. Соответственно, в МАС-ПВП на более чем две цели я его не видел, в принципе. То есть, Shift-Q, ваше спасение, если вы хотите убежать, или ваши выигрышные комбинации, если вы хотите сильнейшую замедлить противника. Далее у нас в списке соответственно два скилла для вашего голема. Это атака, атакует цель и следует за персонажем защита, соответственно. И вот самый такой для меня оказался интересный скилл. Почему? То есть, автоатака, то есть, о боже, типа качать автоатаку, как так-то. Ну, то есть, у нас же в общей ветке у нас все давно уже выкачано. Здесь автоатака совершенно ведет себя по-другому и выкачивать ее нужно так же. Во-первых, у нее очень большой для автоатаки урон, большой показатель меткости. Самый главный бонус это восстановление МП. Вы можете, соответственно, спамить скиллами, абсолютно там убивая все подряд, но стоит два раза ударять по мобу и у вас фулл столб маны. Это приятно, это безумно приятно. Ну и плюс, конечно же, нанести ему урон. Так что, качать обязательно. Теперь самое вкусное. По пробужденным веткам я считаю, что я сейчас вот отдельно эти скиллы не трогаю, я покажу вот это самое вкусное. Тут два призыва ваших хранителей с их описанием. Три спецатаки цели, что накладывает ошламление. Также, что такое устойчивость? Кто еще не знает, устойчивость это щит, который появляется во время каста заклинания. Соответственно, когда вы щелкаете его так, у вас появляется щит. Он нужен? В определенные моменты да. Теперь по комбам. Комбы ваши все. Запомните, здесь все качается даже без вопросов. Одна из самых сильнейших, по моему мнению, комб, который проходит, это водяная бомба. Урон 1049 X5 эффект отбрасывает во время полета и отталкивает во время нокдауна. А в пвп урон снижен. Соответственно, после... Ваш спам скилл, Shift-Q, соответственно, на него это комбо распространяется с нереальным ауе. Пачки крипов отлетают обычно 100%. То есть, если проходит крит на этот скилл, то есть, пачки мобов нет. Люди также страдают от него. Ну, во-первых, упал, во-вторых, получил в лицо. Ну, как так-то? Комбо оставляйте также под ваш баф. Бафнули себя и накинули на человека дамаг. Ему больно, он умирает, вы победитель. Далее. Лавовое озеро. Тот же самый скилл, который сказал, что работает, то некорректно. Преписан урон 903, меткость 10, урон ожога, 100 хп каждые секунды в течение 3,6 секунд. Вот, что касаемо урона, здесь не понятно. Лавовое озеро, как вообще советую его применять? Даже оно с этим тиком, в принципе, для вас полезно. Не такое имбалансное, как вообще оно изначально себя представляет. Я вообще не знаю, будет ли оно исправляться или как-то они изменят этот скилл. По факту, что вы сделаете? Это в плане ПВЕ. В плане ПП все понятно. Этот скилл используется для осады в территориях. Но помните одно, этот скилл не накладывается. Вам с визерными нужно организовать поле, а не в одну точку спамить этот скилл. Если в одну точку спамить, он не работает. В мобах это действует... При ПВЕ это действует так. Вы посерединке. Вот вы такой красивый. И вот тут слева спот и справа спот. Вы такие берете, на один спот накладываете, а другой убиваете, допустим, третьим скилом. Пока вы его убили, здесь уже пол хп. И, соответственно, его добиваете. Все. Спота нет. На пиратах, на кахазе, на саоши, точнее, в саоши. Вообще, в принципе, на любых спотах, где очень все плотно, это он необходим. Этот скилл, соответственно, для вашего быстрого фарма заработка денег. Не пропустите его. Далее. Что еще важно знать? Бурные волны и водоворот это две просто безумно приятнейшие кому-нибудь. 200% валюта сметает, действительно, сметает, смывает, я бы так сказал, в не раз всех ваших фрагов к чертям собачьим. дамаг просто с комбой вместе в сочетании идет безумнейший. Но проблема его в чем? Минус этого скилла. Многие кричат, что боже, там в пробуждении опять Визарда нам сделали безумно милишного, но на самом деле для Визарда это не проблема. Обычно любой в себя уважающий Виз должен доверять, как к нему зайти врагу. Соответственно, этот скилл также безумно бьет в спину. Если вы зашли и смогли прокастовать вместе с комбой, вы нанесли просто невероятнейший урон, после которого ваш противник мало того, что будет пошеломлением, вы сможете провернуть комбу с захватом цели и падением метеорита. Смотрите, выглядит он примерно так. Водоворот проходит вместе с ним бурные волны, далее ведет захват и накрывается все дело это пламенем разрушения. Ну, это в идеале. Вы телепортанули за спину, провели, сделали захват и накинули сверху. Все, не добили врага, ударьте его кулаком. Все, враг ваш. Теперь далее. Что касаемо спамскилла водяной шар. Я уже к нему приходил непосредственно по комбе. Выкачивается обязательно спамскилл. Во-первых, он отталкивает. Это нокдаун. Это наиприятнейший контроль у людей с меньшим вообще в принципе показателем защиты нокдаун. Спамится он бесконечно. То есть, здесь он комба, комбы нет, вы его можете сколько угодно соответственно спамить и бить врагов. Также он распространится по ОЕ. Все, с этим мы разобрались. Далее. Приятнейшая вещь, которая делает визарда еще более мобильным и соответственно придает ему еще один контроль, два контроля. Причем, как я помню, ошеломление эффекта рывка не распространится в ПВП. но оглушение здесь присутствует. Огненная ярость. С огненной яростью идет в комбе огненный кулак, который также имеет очень большой показатель крита и очень большой дамаг. Выглядит все это очень просто. Скилл касается вперед F. И для чего нужен? В основном по мне очень неплохо с ним врываться в толпу. Примерно я бы допустим в масс замесах я представлял этот атак. Если на тебя контроль оборвался, ударил. Минус у него большая анимация. Вы сами сейчас заметили, как он долго кастует кулак. Также этот скилл полезен следующим образом, если вы пытаетесь догнать противника или уже убежать от него. Соответственно прокастовываем, нажимаем W и двойной телепорт. Все. По сути у визарда есть то, что нет допустим той же внучки это три блинка. То есть с помощью трех киллов у вас есть преимущество непосредственно догнать противника или уйти от него. Угненная ярость, телепорт и предел телепорта. что самое забавное, не забывайте, что предел телепортации вы также можете даже отдельно юзать. То есть у нас так вот ага, а нет, нельзя. То есть телепортация предел у нас вот он идет. Обязательно также не забудьте выкачать первые ветки. Все, отцепись. Давайте вернемся на место. Пробежка и все. Самое главное не делать ошибку. Резко задержать шрифт пробел после этого скилла. начнете прыгать, соответственно у вас собьется телепортация. Ну, вы ее также прожмете, но если вы хотите более плавно сделать это, нажмите просто клавишу W после того, как вы используете скилл. Все. То есть мне спрашивали, как соответственно убрать анимацию, я вам рассказываю. При вас еще дольше задержат и соответственно анимация для вас может выйти боком и вас могут поймать в этот момент. Далее также огненный очаг пожара. То, что подрывает и подгорает у многих так сказать жопой. Чем он допустим не особенно приятен для кого-то. Здесь имеется эффект опрокидывания, очень большая меткость и в сочетании с комбой на 60 левел огненное дыхание вместе с маргом дамаг неприятнейший. Также офигительная вещь для забирания пачки мобов. Минус до 60 левела абсолютно юзл скилл. То есть абсолютно без комбы он во-первых не наносит сильнейшего дамага и максимум что вы от него можете получить это баф на скорость применения навыков плюс 10. Но тут другой момент к которому мы еще вернемся в конце соответственно после обзора скиллов. И для меня очень спорный скилл. В частности в ПВЕ я очень редко им почему-то пользуюсь мне в принципе хватает отката всех своих основных скиллов. Но в ПВП в принципе применяем. За счет того что он снижает скорость передвижения противника раз. А второе допустим шанс критудара он увеличивает тебе это два. Минус этого скилла но есть просто в ПВП его нужно очень аккуратно применять. Потому что здесь с этим скиллом вы становитесь абсолютно уязвимым. Он не поворачивается. Это волна которая бьет вперед. Все. Со спины вас может забрать кто угодно к вам соответственно туда забежав. Очень верно будет его прокастовать именно тот период на котором он будет давать свой баф. Все. Не более того дамаг прошел получили баф брали замедлили врага. Все волны прокастовывать если враг не под контролем смысла нет. Вы не повернете им скиллом как в первой ветке поворачивали массовым заклинанием. Так что все. Этот скилл очень секундное применение. Ну максимум в массовых замесах соответственно на осадах вы можете если куда-нибудь так аккуратно в сторонку им проспамить соответственно на полный прокаст. Все. Более его как бы применения я не вижу какого-то не знаю глобальной глобального переворота хода сражения но вещка конечно же имеет место быть. ПВЕ кстати неприятнее тем что отталкивает мобов. Плюс если мобы высокоуровневые это тебя отталкивает меньше урона минус если ты фармишь на низкоуровневых соответственно ты ты хоть отталкиваешь лут улетает. Но это такая минус это придирка лично моя. Ну неприятно и все. Вот. Как вы можете посмотреть из описания давайте уже перейдем в принципе к завершающей стадии на всех скиллах ну нафи прощи на всех скиллах просто огромный прирост меткости 20% ребят 20% 30% понимаете о чем я шанс крита такой же большой в целом визар представляет себя нехеровую такую машину для убийств как любой в принципе другой глаз с разогнанным АП но у визарда есть огромные преимущества он если некоторые классы зацикливаются на определенных видах брони в частности по сетам визард может играть с этими вещами в частности обратите на сет рахава еще немножечко все таки за его внимание не просто так это говорю интересное получилось интересно получился сет в дальнейшем но это когда уже вы раскачаетесь и будете более сильным что нужно знать при пробуждении что важно знать при пробуждении вам нужно нам будет просто огромнейшее количество с очков навыков с очков говорю навыков очков навыков у меня сейчас в принципе к 60 левелу я думаю где-то в районе 200 накопится и мне по идее должно этого хватить на 4 скила которые я выкачу но если не хватит мне придется заюзать сферу армстронга вам такую дадут после того как вы пробудитесь это отдельный квест он не идет в квестовой линейке непосредственно пробуждения персонажа вы его отдельно делайте по-моему он то ли в хидели то ли в вели начинается соответственно обязательно сделайте и распределите свои скилы так как вам надо вопросы которые могут у вас появиться и в принципе появляются у меня на стримах юга типа ты же все равно в первой ветке ты что-то качаешь я говорю да ребята качаю ну и как вообще ну ты это юзаешь я стараюсь я допустим вывел на мышку уже давным-давно переключение пробуждения мне так гораздо удобнее из того что я юзаю 100% я вывел на панель как вы видите это все скиллы связанные непосредственно с первой веткой ну пробужденных скиллов здесь нет они все у меня с клавиатурой я их управляю здесь и хил соответственно ваш массовый хилл куда же без него ешку я нажимаю уже после того если мне нужно отдельно подхиляться и ману это скорость бега скорость применения навыков и скорость атаки но в частности я его юзаю из-за скорости бега и в основном в пвп не обошел я вниманием гранд стрел так как на нем висит у меня приятный баф на урон по мобам это кстати о пробужденных скиллах мы сейчас еще и поговорим ну и соответственно куда же без сферки раз и на более сильных мобов в сферке два без них никуда здесь у меня еще по старой памяти стоит память мудреца которая в принципе здесь мне не нужна уже я еще думаю на что это заменить а почему не нужна память мудреца спросите вы в принципе логично если вы на массовых замесах не используйте заклинания такие как у вас они должны быть выкачаны 100% если ходить в гильдии это аура защита я ее не качаю потому что я сейчас никуда не хожу и соответственно ледяная буря у вас этот скилл должен быть на панели и те два скилла также почему объясняю память мудреца распространяется только на первую ветку скиллов и дает вам и позволяет вам делать это все инкастом соответственно инкаст это надеюсь вы понимаете это соответственно очень быстро скоростной без всякой задержки на полосу каста я уже не знаю есть у нас ребята которые конечно не знают слово инкастал надеюсь все знают в общем вы поняли так что без этого никуда запомнили молодцы далее по пробуждениям не зря тут от тренера недалеко что же я взял с пробуждениями и стоит ли это брать тебе дорогой друг нет не стоит если ты не бьешь мобов до 60 левла не стоит если ты уже 60 ты уже прекрасно знаешь что тебе качать но если ты бьешь мобов до 60 левла ты формишь тебе эти скиллы обязательны все что я взял на водоворот на пламя разрушения это урон по мобам снижение скорости противника и меткость на 3% к сожалению совершенно неинтересные получились пробуждения скиллов которые в принципе мог как-то не знаю ожидать от этого там или что-то ну скучно скучно я в основном кроме урона по мобов ничего в принципе и не нашел замедление дебафы накладываются которые также из первой ветки есть если тебе урон по мобам уже в принципе не важен давно и ты упариваешься он или пвп ты наформил себе миллионы бабок денег бери все что угодно кроме урона по мобам скорость навыков пробужденной ветки тебе не нужна потому что ведется очень много споров как так вот скорость навыков допустим почему допустим баф шифт е чтобы вы знали соответственно бас пробужденные ветки он стакается непосредственно с веткой которая здесь есть допустим и уже здесь вы видите скорость атаки у вас огромнейшую даже ну соответственно видите анимация и скорость применения навыков но нужен ли оно да нужен опять же все нужно лишь только для того чтобы если вы ходите непосредственно на массовые замесы у вас скорость каста была большая ну походу по скиллам все что важно знать места кача какие вообще выбрать когда у вас пробуждение вам в принципе плевать на все как говорится я формлю где хочу зависит от тех врагов которые вы встречаете я формлю на кахазе мне здесь удобно мне эта локация нравится во первых тем опытом который с ним падает это усредненный даже сказал вполне достойный опыт который даже без рейтов идет это валенсийские дискотеки для восстановления моих вещей это же соответственно не знаю близость деревни шикоту где можно и подчиниться и самое главное даже уже шикоту отпало здесь у меня стоят пристанище кахазов там бафы на опыт там бафы на атаку в принципе что касаемо материка я курсирую вот вдоль вот этой линии как вы видите у меня она прокачана то есть здесь и василиски кахазе ну иногда захотел раньше забегал на санилов но мне здесь дико не понравилось потому что споты очень быстро сейчас убиваю во первых неудобно собирать лут во вторых по количеству людей там какой-то неадекватности иногда бывает прям зашкаливает людей слишком там бывает много и закаляться далее куда планирую планирую я даже вернуться далее на остров кайт соответственно формить пиратов почему я вам объясню для более комфорта и вообще в принципе продажи дукатов я делаю себе прик я настолько сильно упоролся что вы готов потратить сейчас у меня уже докрафтивается 200 миллионов чтобы его сделать мне это важно я хочу именно так как комфортно мне выфармливать здесь уже я буду с бригом вместе плавать еще прям даже не знаю куда потому что торговля у меня аж до самого нового материка до эллайта возможно туда буду перевозить возможно соответственно близ порта накада уже буду сюда прокладывать свой торговый путь почему я это делаю потому что в принципе за исключением того фарма я хочу еще дополнительный заработок торговли тебе это даст соответственно игнорировать это не стоит это вот такой лайфхак совет может для кого-то это что-то новое для кого-то надеюсь это уже типа так и ну мы знаем как бы новичкам это будет приятно знать далее аспект пвп аспект пвп я сейчас упоминал но нет у меня сейчас куклы для битья показать вам все эти моменты что из себя сейчас представляет пвп за визарда пвп за визарда ну то есть представляет нереальный хакинг слэш как я называю здесь и увороты и повороты и телепортации и за спину и соответственно накрывание врагов метеоритом что в принципе его должно убить совершая свою атаку всегда должны помнить что соответственно вы добиваете врага ультой или вообще в принципе пламенем разрушения сильнейшая атака так же как и водяная бомба убегает от вас догнали накинули водяную бомбу враг на земле на земле враг накинули сверху метеоритом спину на урон спину нереальнейший враг умирает так как я могу сказать юго-рак отошел от пвп ну в принципе это до 60 левла скорее не более того далее у нас будут зарубы на осадах происходить я вам постараюсь уже выкладывать какие-то по традиции какие-то фраг-муви которые мы делаем на осадах то есть вряд ли я сейчас найду кого-то на арене на пвп и особо ни с кем я сегодня договаривался но по ощущению стало гораздо приятнее то что мало того что у нас наш класс самый последний по пробуждению вообще в принципе вышел сейчас его скиллы представляют собой нереальнейший сильнейший дамаг будет ли это фикситься как-то изменяться я не знаю надеюсь нет потому что в отличие от волшебницы у нас соответственно разница колоссальная как оказалось и по меткости на скиллам и по применению этих скиллов будет ли гайд на волшебницу еще такой вопрос у меня звучал от меня нет я не играю за этот класс я не знаю пробужденного скилла и начинать пока не планирую возможно в дальнейшем я себе если мне вообще настанет бдв как-то лень я выкачу себе волшебницу хотя бы там до 57 лебла максимум и посмотрю а вообще если ленивая жопа мальтель докачать до 60 и сделать его билд я вам ссылочкой с вами поделюсь здесь под этим видео вот собственно и все какие-то я моменты рассказал какие-то механики объяснил если что-то вам непонятное всегда буду рад ответить на вопросы на стримах в прямых эфирах ссылки в описании под этим видео если оно для вас стало полезно и не слишком сильно затянуто поставьте обязательно лайк и расскажите своим братюням о нем кто играет на визарде и помните чем больше силы тем больше вжух 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 с вами был Юга до новых встреч пока-пока